17 февраля прекрасный денек встает солнышко но у нас так это неожиданно вроде бы но тем не менее созрели две такие параллельные истории об авторском праве совсем недавно так не три четыре пять-семь назад я смотрел там передачу про автора них о вроде как написали два автора супруги фамилия вроде как галлон даже один из них мужчина это русский ну удивительная судьба небольшая такая предыстории это то что начала писать эти книги об анжелике женщина еще во время оккупации франции она там уехала на юг и как бы скоротать время вот она начала писать а потом вроде как в Африку на поверху продолжила там писать ей хотелось вот изложить свое видение на ее понятие идеальная женщина вот как бы она себе там вела в тех или иных ситуациях ну и в Африке встречала русского инженера такого дядьку головатого это был выходец из семи иммигрантов первые волны вроде как которые бежали от эволюции ну и потихонечку там обосновали где-то у них любовь все это там такой семья и они как-то начали вдвоем писать то есть он начал дополнять мужскую сторону на женскую ну и развивали сюжет книги начали сдаваться по тихоньку по легоньку как она говорит такая цифра прозвучала 30 миллионов экземпляров было продано и на этой волне популярности решили сделать экранизацию фильм это экранизация и там права на фильме авторские там права на сценарий и так далее как это говорится это уже совершенно иные деньги естественно тех кто делал фильм они же не с пустого места этот сценарий там писать они его естественно использовали эти книги благодаря чему получился вот так вот такая удивительная картина которую все смотрели анжелика маркиза ангелов ну и анжелика и король там ну прекрасно сыграли кстати сыграли что интересно еще в добавок и русские актеры там были вот никто не ожидал что фильм будет настолько популярен как с прочими книга и этих людей которые делали фильм желание поделиться денежкой с автором книги или с авторами книги никаких желаний не возникло и начали там разные изворотки что мы там не использовали книги и так далее то есть как это называется слово такое бортанули этих супругов далее книги ввиду того что вышел этот фильм то есть серию фильмов пирожи книг упали народ предпочитает смотреть а не читать ну как-то началась там судебная тяжба все это развернулось во времени умер муж и эти все жучки от киноиндустрии и прочее мол раз он умер то значит и право то женщина не имеет никаких ну короче там тяжба развернулась не на шутку и время естественно а тем временем книги и в россии продаются и и переводы там на разные языки и все это там такое сделано то есть там получилось колоссальные вообще деньги и никто ими делиться не хочет ну конце концов да что она еще говорит передача про нее что так как она уже старенькая стала все эти юристы затягивали с той стороны затягивали все эти заседания отлаживали и просто ждали пока она там умрет да и все чтобы с этим делом знаете как как вроде как ничьё тут получится растянуть на себе ну в конце концов она с помощью адвоката отбили эти авторские права что там это и это что там они отбили поделили пополам адвокату и далее она узнает когда начала там свои книги сверять что она написала и и что там издается показались многие книги ну я не знаю в угоду чего там были значительно сокращены там исковерканы и теперь она занимается там тем что восстанавливает исходники и так далее вот это так вот невеселая история очень популярного дела которая случилась началось вернее в 1941 году во франции с этой вот автором анжелике ну а теперь вернемся ко мне любимому также автору книг также посчитали издатели это до 2000 года что было продано если не до 98 года было продано 30 миллионов моих книг это по моему в основном целительной силы там был ну вот и вот нечто подобное произошло там и со мной были там суды пересуды и уводрялись и мои эти книги присвоить себе вот такие вот были времена в наглянку присвоили эти книги якобы подписал и понимаете вот встречается допустим два человека автор и издатель вроде они там друзья ну и друзья до первых получается каких-то серьезных вещей я так не буду особо рассказывать чтобы время ваше не тратить что что в первый раз было как это все как я там горел ездил на эти суды которые также переносились арестовали счета издательства а потом они оказались открытыми был я в этой милиции да 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 и случайно я что-то забыл возвращался и и услышал разговор как там как там вы говорили ну вот тут ходит нам мешает жить в милиции не дает там покоя что-то там надо нам это дело вот то есть своеобразная эпопея прошла в начале двухтысячных этих годов там суды пересуды но попался мне адвокат от бога юрист луценко людмила петровна она в этом деле очень хорошо помогла мне помогла мне она мне потом еще разок когда меня втянули в аферу ну ладно это к сожалению сейчас она заболела то есть вот люди есть своем деле ну можно так сказать уникальное весь этот процесс все это чувствует что там и как-то ладно значит вот нет и настает у меня телевидение этап телевизионный на фоне этого этапа продажи книг взлетает вновь все это печатается делается печатается делается я значит знакомлюсь с самым большим издательством в россии это там аст это эксмо петербург и кстати там расскажет интересный случай подошла там концовка маленьким петербургским издательством все и от них надо было там получить гонорар по-моему там 60 тысяч рублей это еще был год какой-то год вот 10 и 11 где-то так вот ехать с ним подъезжаю приезжаю встречаемся с представителями издательства да 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 сейчас все оплотим сейчас мы все сделаем подпиши пока бумаги ну все 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 я подписываю бумаги он и кладет папочку это ритмой петрович я его тебе на на карточку там скинь и до сих пор скидывает знаете вот так вот такой вот наглое облакушивание просто она вот кажется смешно от всей от всей этого от всей этой истории смешно ну ладно подойдем теперь ближе к нашему времени значит меня как-то озадачила то что самые ходовые мои книги не аисты не эксма не стали печатать мне надо целительные силы печатать что-то там такое а вот мы будем печатать все там остальное и особенно их заинтересовали календари ну вот я это все писал писал и как говорится одно дело там трудности издательства свои там возникает связи с этим интернетом там это одно мне говорят что и я по отчетам вижу что-то мое читается что продажи книг падает 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 вот и вот мы где-то в 2015 затеваемся переиздать целительные книги чтобы это вышло все в двух томах первая вторая книга это первый том и третий четвертый это это значит второй том все издательство эксма сделала там оригинал макет выпустила три тысячи первого тома я думаю столько же народа купил как-то мы говорили только до 2000 года 30 миллионов было продано там скорее всего до 1998 года так еще больше все это разлетится не говорят ничего подобного что так не стало не идет куда-то на макулатуру или не на макулатуру а то есть ты забирал книги которые вот как посчитали свои книги что они не продаются и выкопил как как макулатуру там по себестоимости естественно что там поехали не забирать я попросил своего твоего родного брата вот хватайся и ему там еле-еле отдали то есть не хотели отдавать там даже то не просто просто отдавали ну ладно ну смотрю и календари значит какие-то там деньги вообще эти малюсенькие есть вообще не серьезно то есть и работать за такие мизерные суммы не стоит которые там продаются я думаю зачем там допустим я не знаю там три тысячи экземпляров там что-то не продают а то еще меньше а 90-е годы там тиражи были по 100 тысяч экземпляров сразу же даже одна книга по моему есть 500 тысяч тиражи такие проглатывались а потом все там упала как-то это ну ну короче упала и упала и упала я говорю ну раз ничего не идет что то что тогда продлевать продлевать писать потому что неоправданные все эти затраты по сравнению с доходом таким все это как-то мне поднадоело я говорю но заканчиваем все эти наши договора как раз там на три года у нас значит были в пятнадцатом году они заключены и в восемнадцатом на три года все это закончилось то есть все права на мои книги вернулись ко мне а значит издательство стол свое время они они стали отдавать мои книги и для торговли в электронном виде там вазон там литрес вот на этих площадке и вот права закончились восемнадцатом году я так думаю но все что то чё как бы сказать я автор вот выставляю ну так как думаю особо ничего там не идет я это все вот сделаю в бесплатном доступе на своем сайте пускай люди смотрят кто хочет так так практика показала да не тут то было смотрю захожу на озон ну это это уже посетители канала мне начали подсказывать что как книги видели они там продаются и там продаются и самое интересное на озоне продаются книги мои те же целительные силы еще в первых переплетах которые уже не печатались там но с 2000 года если не раньше то есть 20 лет уже прошло после этого а книги как то они это как там букинистические или еще там какие то по какой то причине продаются это на озоне на литресе вот эти вот юбилейные целительные силы в одной книге и кстати там и вторая книга есть второй том есть но он что то заявлен там звездочек никаких то есть уже прошел целый год тут восемнадцатым кончились вот девятнадцатый начался двадцатый а торговля идет как ни в чем не было я пишу им уберите мои книги со своих этих прилавков и тут начинается что вот это интересная переписка напоминающая вот этих вот авторов анжелики что за книги кто вы такой там кто какой малахов какой малахов уточните уточните какие именно книги эти книги или не те знаете вот под дурочку косят у нас много малахов много тезок я уже там да вот это вот это я нет значит много тезок кто именно это все литрис я наконец-таки фотографирую эту страницу где это послал что за ответ будет то есть морочение головы нечто подобное было когда я в озоне там что-то тоже там там заикнулся сказать у вас есть договор там на моей книге почему вы продаете вот какие-то несуразные ответы знаете вот для детей 5 лет 4 лет и им задают что-то что-то это мол сам глупый человек что-то тут мешаешь нам и на озоне появились основы здоровья значит новинки 2020 года они и не думают что-либо там убирать со своих этих вот предлагают значит торговлю вовсю ну и там еще куча там моих книг вот такие вот вещи все это затягивается туда-сюда и и я вот думаю теперь как это поступить со всем этим а то вот знаете с одной стороны я удалял со своего канала людей которые мне одно там твердили что я этот значит занимаюсь занимаюсь плагиатом занимаюсь плагиатом занимаюсь вот такой сякой опять-таки выставляет выставляет таким глупым человеком глупым человеком недалеким который умудрился из того что находится под ногами сделать книги которые продавались миллионными тиражами и которые до сих пор продаются и которые же внушают меня да эти книги не продаются ничего там не это а на самом деле там торговля идет бойко у них и все эти новинки они никак заполучив их свои лапы никак не хотят с ними расставаться вот вам и авторское право если вы сделаете что-то такое стоящее то будьте готовы к таким поворотам почему я еще перестал сотрудничать с издательствами ранее я встречался с директором издательства и с ним там знакомился то есть они как-то были рады познакомиться с аутором таким заключить там договор сейчас все эти владельцы там укрупнились где-то они знаете как как боги на олимпе сидят и они они там ничего не видят договора какие-то стандартные причем так написано что ты им все должен должен и в случае чего ты виноват 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 и в случае чего даже ты судиться будем вот 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 в том месте где удобно это издательство а не где-нибудь там где автор там живет то есть вот я на все это дело посмотрел ну иначе договор должен быть составлен просто и понятно и как правило на одну страницу автор передает книги издательство печатает срок договора там 3-5 лет гонорар значит такой-то все больше ничего там такого нету потому что вот это как знаете вот муж и жена собрались жить и они уже если они собрались жить они уже не думают о том чтобы составить брачный договор а вот в случае того а вот в случае этого то есть уже заранее там они включаются эти какие-то там риски скандалы и и прочее 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 а не работу как говорится не любому дружбу а вот такой вот в случае этого в случае того я им говорю так на страницу сделайте я и сам там договор им там писал не нам 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 не надо нам вот юрист есть вот этот вот юрист он значит пишет договоры там ну так как юриста нанимает издательство естественно он пишет так чтобы в случае чего виноватый был автор во всех грехах и не все никак вот поэтому я посмотрел на все это безобразие и я перестал с кем-либо сотрудничать вот выставил свои книги для бесплатного обзора пожалуйста заходите в библиотеку и пользуйтесь ну ну вот библиотеку мою не особо там кто знает хотя на канале сейчас постоянно об этом говорю люди видят что говорят неудобно нам читать неудобно еще чего-то а тем временем мои книги на этих интернет площадках Озон Литрес и как мне сказали и в некоторых магазинах там Москвы не продаются подпечатаются возможно это идет санкт-петербурга потому что там же остались все эти в издательствах которые первые печатали и они под шумок подпечатают это все вот такие вот авторские дела в моем случае обстоят в России печатали меня конечно и за рубежом и переводные книги есть и я в свое время даже думал ну вот я сделал такой труд который меня будет там кормить всю жизнь и вот тут оказалось так жизнь подвернула как вот в случае с Анжеликой что твои книги да они уже не идут не это никто ничего их не покупает никто их не продает никто их не издает так знаете автора убаюкали уболтали вот и тем более я живу не в Москве не в Петербурге где это все можно было бы получше сделать в случае чего там на те же суды не наездишься туда-сюда раз уже это такое было что едешь там на суд ага суд а та сторона не пришла судья переносит там допустим через месяц опять там через месяц и все это вот вот таким вот образом затягивается а в то время все это решается там с издательством что как там она прячет концы в воду или еще там что-нибудь занимается и потом тебя еще выставляют да что ты говорит ездишь давно уже все все это издательства этого нету это тогда первый раз оно уже другое все это в новое издательство перенесли твои книги и вроде даже этот прежний издатель стал их владельцем так что отвали там ну вот такое вот бесправие в нашем правовом государстве вот это сейчас вот задумываюсь как это лучше сделать что и как со своей стороны вы можете сообщить где вот вот именно в двадцатом году продаются мои книги если вдруг вы их купите сохраните чек потом как-нибудь мне переправить и там я письмецом или еще как-нибудь чтобы знаете что это было вещественное доказательство а не а не слова там которые к делу не подошьешь вот сообщите мне о фактах нарушения моих авторских прав в двадцатом году потому что я сам автор не продаю эти книги а вот раздаю а людишки которые мы которые не имеют к этому никакого дела они там не вложив копейки ну завладев вот этой электронной версии умудряются все это тут продавать и как мне еще сказала санкт-петербург 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 моя так хорошая знакомая там по каналу говорит скорее всего твоя библиотека перекочует то есть я эту библиотеку сделал не для того чтобы торговал кто-то и наживался а для того чтобы вы могли ее почитать и в случае чего что-то там применить вот такие вот вещи так что прошу вас сообщить что там в двадцатом году где там кто там торгует и я попробую с этими жучками разобраться то есть опять таки это где-то будет разговор с адвокатом так что если он там возьмется за это все дело значит половину того что он отсудит за авторские права достанется ему ну половина мне как автору ну вот чем я хотел с вами в это прекрасное утро поделить уважаемые посетители канала для вас моя личная библиотека авторская по ссылке которую я даю под каждой программой вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами будете знать столько сколько знаю я всего наилучшего ворота